Прием коллагена. На сегодняшний день это очень актуальная тема. И многие из вас принимают коллаген в виде пищевых добавок и видят от него очень хороший положительный результат. Но другие сомневаются в этом. Итак, мир разделился на два больших лагеря. Одни говорят о том, что прием пищевых добавок с коллагеном или в виде коллагена это неэффективно, что он попадает в желудочно-кишечный тракт и под действием кислоты и ферментов расщепляется и никуда не идет. То есть абсолютно бесполезная история. Вторые же люди говорят о том, что прием коллагена это очень полезно и влияет на молодость вашей кожи. А также на различные другие положительные эффекты организма. На ранозаживление, на хорошую работу суставов и так далее. На самом деле врачи не пришли к единому мнению. И существует много роликов на ютюбе, которые вы можете посмотреть, где говорится о том, что коллагеновые добавки не работают. Я глубоко погрузилась в тему коллагена и у меня сложилось свое уверенное мнение. И возможно вы будете удивлены тем, что вы узнаете. В этом видео я кратко рассказываю о реальных исследованиях, на основе которых мы сможем ответить на эти вопросы. А также на самый главный вопрос, который интересует всех. Нужно ли тратить деньги на пищевые добавки с коллагеном? Итак, что же такое коллаген? Коллаген это белок, который содержится в вашем организме. В таких структурах, как кожа, ногти, волосы, мышцы, связки, кровеносные сосуды, а также в ваших глазах. Коллаген это основа соединительной ткани. Он словно клей, склеивает все структуры между собой. Поэтому очевидно, что он важен для функционирования всего организма. Коллаген это полипептид или белок, который состоит из блоков. Блоки это аминокислоты. И что же у нас получается? Каждый блок аминокислота. Несколько аминокислот вместе это пептид. 50 пептидов и более в связке это полипептид или белок. Почему же нам нужно принимать коллаген? С возрастом в организме уменьшается выработка коллагена. Также происходит ряд процессов, ведущих к разрушению коллагена в организме. Это приводит к преждевременному старению, формированию морщин, провисанию кожи, к плохому ранозаживлению, к проблемам в суставах и других органах. Давайте рассмотрим это в цифрах, чтобы представить, что же будет с нами в перспективе. Потери коллагена организма начинаются уже в возрасте 18-20 лет. В 29 лет уменьшается резко его синтез. В возрасте 40 лет ежегодно мы теряем около 1% коллагена. Когда же мы вступаем в период менопаузы, наши потери значительно увеличиваются. Некоторые источники говорят, что они приравниваются к 30%. И к 80 годам уменьшение коллагена происходит примерно на 75% от того количества, когда вы были молодые. Такие факторы, как неправильное питание, курение, различные вредные привычки, могут усиливать процессы разрушения коллагена в вашем организме. Также существуют и другие исследования, которые говорят о том, что с возрастом количество коллагена не меняется. Но в этих исследованиях ставится акцент на том, что меняется качество коллагена из-за нарушения его сборки. То есть чем старше мы становимся, тем худшего качества коллаген у нас есть. Все эти процессы, которые проходят с коллагеном, приводят нас к тому, что кожа наша становится дряблой, обвисшей, тусклой. Меняется качество волос и ногтей. Поэтому люди одержимы идеей принятия коллагеновых добавок, чтобы возместить его и затормозить процессы старения. Эта одержимость привела к большому буму на рынке коллагеновых добавок. Сейчас вы его можете приобрести в виде капсул, таблеток, порошков и жидких форм. Здесь идея в том, что принимая коллагеновые добавки, вы хотите обратить время вспять, затормозить процессы старения и восполнить утерянный коллаген. Коллаген поступает в желудочно-кишечный тракт, а оттуда при помощи кровеносной системы поступает в кожу. Заполняет мелкие морщинки, делает вашу кожу эластичной и упругой. А ваши ногти и волосы начинают быстрее расти и становятся менее ломкими. Некоторые виды коллагена могут ускорить заживление ран и улучшить работу суставной системы. Звучит как волшебство. Что же скажут ненавистники коллагена и даже некоторые дерматологи? Способен ли коллаген в желудочно-кишечном тракте сопротивляться воздействию кислой среды и, проделав весь этот путь, попасть в кожу? Коллагеновые добавки. Это лишняя трата денег или маркетинговый ход? Были проведены реальные научные исследования, связанные с приемом коллагеновых добавок и их антивозрастным действием. Итак, как я говорила ранее, коллаген это полипептид. То есть это длинная белковая молекула, состоящая из пептидов. А пептиды, в свою очередь, это структуры, состоящие из аминокислот. Когда вы приобретаете гидролизированный коллаген, это коллаген, который уже разбит на части, на блоки. То есть в порошке содержатся отдельные аминокислоты или пептиды, то есть группа аминокислот. Так действительно ли работает прием отдельных аминокислот и пептидов в качестве пищевых добавок? Рассмотрим исследование, которое проверяет эту концепцию. В этом исследовании ученые обнаружили, что при добавлении в качестве пищевой добавки аминокислоты гистидин в коже повышается уровень белка филогрина. Так что мы видим, если мы возьмем маленькие строительные блоки коллагена, то они увеличат количество белка в нашей коже. И это именно то, что мы ожидаем от добавок гидролизированного коллагена. Следующие два исследования наиболее интересные. Они отвечают нам на вопросы, что происходит с блоками аминокислот, с пептидами, когда они попадают в желудочно-кишечный тракт. Доходят ли они до кожи и способны ли они пережить воздействие соляной кислоты в желудке. Сосаться в кровь в неизменном виде, дойти до кожи и выполнить свою работу. В первом исследовании была использована научная технология, когда ученые на частицы коллагена наносили радиоактивные метки для того, чтобы отследить и обнаружить эти частицы, как они двигаются по телу. Это исследование называется авторадиография всего тела. Итак, коллаген был проглочен и через 30 минут эти молекулы были обнаружены в костях, суставах и коже. Более конкретно, эти коллагеновые молекулы были обнаружены в дермальных фибробластах кожи, клетках, которые отвечают за выработку коллагена. Они также были обнаружены в синавиальных клетках суставов, хондроцитах хрящей, остеобластах и остеокластах костей. Они прошли через желудочно-кишечную систему и оказались в том месте, где должны были быть. И многие из этих молекул продемонстрировали, что их пептидные связи оказались в неизмененном виде. И второе исследование показало, что коллагеновые пептиды в желудке не разрушаются, а в целостности и сохранности попадают в кровеносную систему и затем мигрируют к различным органам и тканям. В 2021 году был опубликован обзор, который включал в себя 19 лучших исследований. В нем собрали всю информацию вместе и сделали общий вывод. Было рассмотрено 1125 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет. И заключили, что добавка гидролизированного коллагена, применяемого в течение 90 дней, привела к увеличению гидротации кожи, уменьшению мимических морщин, улучшению эластичности кожи, а также не было зарегистрировано никаких побочных эффектов. После изучения этих исследований я могу сделать собственный вывод, что добавки с коллагеном следует рассматривать для применения, особенно учитывая их безопасность и эффективность. С возрастом уменьшается синтез собственного коллагена, а также ухудшается его качество. Поэтому в профилактических целях рекомендуется использовать коллагеновые добавки.